Привет, я Крис Бёрнс. Добро пожаловать в программу Нетворк. Серьёзный разговор на серьёзные темы. Убийство харизматичного лидера российской оппозиции Бориса Немцова у стен Кремля погрузило страну в траур и вызвало поток взаимных обвинений. Кто стоит за убийством ещё одного критика Владимира Путина, следствие не исключает возможности, что так радикальные оппозиционеры рассчитывают спровоцировать беспорядки в стране. Некоторые обвиняют власти. Противник вмешательства России в украинский конфликт немцов был организатором манифестации против поддержки России и повстанцев на юго-востоке Украины. Президент Путин обещает раскрыть убийством, какой должна быть реакция Европы, которая опасается репрессий в отношении оппозиции, но зависит от России, обеспечивающей около 30% поставок газа. Итак, здесь, в студии Европейского парламента в Брюсселе, наши гости. Элмор Брок, глава Комитета Европарламента по внешней политике, член правоцентристской группы Европейская Народная Партия. Гилберт Доктороу, основатель пророссийского Европейского Комитета Восток-Запад. Кстати, должен заметить, что я звал на программу российского посла, но он отказался. И Фрейзер Кэмерон, директор Центра ЕС России, активно содействующий сближению между Европой и РФ, известный политолог и эксперт по проблемам ЕС и международных отношений. Здравствуйте, первый вопрос по традиции ко всем вам. Кто, по вашему мнению, стоит за убийством Бориса Немцова? Я думаю, что мы никогда не узнаем об этом, потому что каждый раз, когда происходит убийство кого-то из лидеров оппозиции, заказчики преступления остаются безнаказанными. Вы не верите в честное расследование? Я не верю. В этом мы могли неоднократно убедиться за последние 10 лет. Мистер Доктороу. Я считаю, что это слишком поспешное заявление. Сразу после убийцы Немцова пресса обвинила во всем Кремль. Многочисленные фотографии с места преступления на фоне Кремля намекают на это. К счастью, сейчас итерика пошла на спад. А что там действительно произошло, мы пока не знаем. Мистер Кэмерон, что вы думаете? Бориса Немцова убила система. Та система, которую создал Путин, и где спецслужбы могут действовать безнаказанно. Мы убедились в этом на примере убийства Анны Политковской и Сергея Магницкого, где система действует именно так. Следователи предполагают, что это мог быть заговор внутри самой оппозиции, чтобы спровоцировать протестные выступления. Что скажете, Гилберт? Я не верю в подобные предположения. И хотя беспринципные соратников Немцова, они вызывают у меня сомнений, обвинять их в убийстве это все же несколько слишком. Элмер, вы допускаете, что убийцей был кто-то из лагеря оппозиции? Я считаю, что Путин создал в стране такую атмосферу, в которой у лидеров оппозиции нет никаких шансов. Все жертвы – жертвы этой системы. И обвинять оппозицию в том, что она сама во всем виновата, несправедливо. Господин Немцов собирался возглавить крупную акцию протеста против разжигания конфликта на Украине и поддержки России и повстанцев. Заставит ли это убийство оппозицию замолчать? У российской оппозиции сегодня очень ограниченные возможности. Центральные каналы для них закрыты. Единственная возможность быть услышанными – интернет и некоторые радиостанции. Несмотря на это, убийство Немцова может привести к росту протестных настроений. Гилберт, что вы думаете оппозиция будет делать? Я не согласен с вашим определением оппозиции, которую представлял Немцов как либералов. Западная пресса полностью игнорирует настоящую русскую оппозицию, которая называется Коммунистической партией Российской Федерации. Их представитель на выборах 2012 года получил 17% голосов, в то время как Немцов и его коллеги – по 1%. Не уклоняйтесь от ответа. Вы не боитесь, что снова вернется атмосфера страха, как многие предупреждают? Эти кремлевские оппозиционные партии, о которых говорит мой сосед, не являются настоящей оппозицией. Настоящая оппозиция не имеет ни малейшего шанса выиграть выборы, потому что не имеет ресурсов для этого. Отсутствие доступа на федеральные телеканалы, постоянное давление со стороны государства, запугивания и манипуляции лишают их возможности даже принимать участие в выборах. Окей, Европа недовольна сложившейся ситуацией. А как Европа может повлиять? Мы должны поддерживать те силы, которые пытаются создать более либеральную, демократическую и правовую Россию. Вот к чему мы стремимся. Окей, Гилберт, вы заметили какие-нибудь изменения в европейской политике? Европейская политика за последние 14 месяцев претерпела значительные изменения. Эта политика направлена на удовлетворение амбиций таких, как немцов. Я слышал его выступление в Нью-Йорке в 2010 году, где он призывал ввести санкции против целого политического класса в Кремле и в регионах. Мы тогда его называли неудачником, но сейчас ясно, что он получил то, чего хотел, а неудачники – это мы. А санкции, насколько они эффективны? Есть ли смысл вводить новые? Что должен сделать ЕС, Элмар? Все должны понимать, что Россия нарушила международные правила, напав на другое независимое государство. Поэтому мы ввели санкции, чтобы продемонстрировать, что подобная агрессия будет стоить очень дорого. Мы вынуждены констатировать, что в России царит антидемократическая атмосфера в том, что касается деятельности парламента, прав человека, и это недопустимо. А если появится доказательство причастности властей к убийству, должна ли быть какая-то реакция ЕС с помощью санкций или каким-то другим способом? Я считаю, что санкции должны быть распространены на всех депутатов Думы, на всех членов служб безопасности, на членов... Вы говорите об Украине или об убийстве? И о том, и о другом. В том, что касается Украины, как сказал господин Брок, это вопрос полного нарушения международного права. Необходимые санкции. Господин Брок? Путинская система направлена против экономических и социальных интересов собственного народа, и это противоречит правам человека. Вы уверены, что Путин все контролирует? Можно предположить, что ситуация вышла из-под его контроля. Что вы думаете, господин Гилберт? В западной прессе и в западном сознании Путин и Россия воспринимаются как единое целое. И это прискорбно, потому что Россия страна со 142 миллионным населением, с очень неоднородным обществом и с различными силами, не всегда подчиняющимися воле господина Путина. Но ведь он располагает политическими рычагами. Насколько они эффективны? О, да. Он располагает очень эффективными политическими рычагами. Компартия Российской Федерации, за которую в 96-м году голосовали 40% избирателей, сегодня имеет только 17% сторонников. Ему это удалось. Это коммунистическая партия. А что с остальной частью оппозиции, Фрейзер? Он попросту не оставил места для деятельности других партий. Я хочу сказать, даже на последних выборах, если бы он позволил оппозиционным партиям получить разумное количество времени в СМИ, возможно, они бы и выиграли. Но он этого не сделал. Он не захотел довериться избирателям. И это вызвало все последующие акции протеста. Путин должен предоставить либералам и демократам, которые требуют настоящей прозрачности, те же права, что имеют коммунисты. Что ему следует делать теперь, после убийства Немцова, чтобы показать, что он старается дать свободу оппозиции? Он должен предоставить свободу средствам массовой информации, чтобы оппозиция, к примеру, получила эфир на государственном телевидении. Гилберт. В России СМИ свободнее высказываются по вопросу Украины, чем в США, по вопросу отношений с Россией. Боже, какая ложь. Элмор. Это немыслимо, заявить, что в российских СМИ больше свободы, чем в американских. Господи, русские, по-видимому, вам очень хорошо платят. Нет, я говорю конкретно о русском вопросе и об украинской теме. Вы читаете российские газеты? Не думаю, а я читаю. Я тоже. Послушаем Фрейзера. Что вы думаете? Я хочу добавить, что сегодня русские попросту не пустили к себе целый ряд известных европейцев, которые хотели приехать в Москву на похороны. Это очевидный знак того, что даже в момент трагедии, касающейся одного человека, Россия действует как всегда. Некоторые говорят, что нужно быть осторожным с давлением на Россию, потому что можно тем самым нарушить существующую стабильность, равновесие. Господин Брок. Я не понимаю, как можно дестабилизировать авторитарную систему. Эта авторитарная система создала давящую атмосферу, в которой могут происходить такие убийства. Поэтому необходимо развивать там демократию. Гилберт. Господин Брок, возможно, удивится, но я поддерживаю позицию вашего канцлера. Выбор, на самом деле, не между сильными и слабыми санкциями, а между санкциями и военным вмешательством. К счастью, ваш канцлер хорошо это поняла и поэтому отправилась в Минск. Вы путаете. Мы не говорим об Украине. Мы говорим о том, что происходит в России. Фрейзер, как преодолеть этот разрыв? Как с ним справиться? Мы ничего не можем сделать. Этот разрыв непреодолим. Вы имеете дело с системой, которая полностью извращает демократический процесс, на котором основывается Евросоюз. И мы не можем жертвовать нашими ценностями. Мы должны просто ждать, пока эта система, существующая в России, не изменится. Спасибо, Фрейзер. Наше время истекло. Я хочу поблагодарить всех наших гостей Элмара Брока, Гилберта Доктороу и Фрейзера Кэмерона. Я Крис Бернс. До встречи в программе Нетворк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова